Число бригад скорой помощи в Самаре с 1 декабря увеличилось на 10 экипажей и составило 65. На эти цели из регионального бюджета выделили дополнительные средства. Об этом рассказали на заседании Оперштаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Его провел вице-губернатор, председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Помощь в транспортном обеспечении мобильных бригад оказывают муниципалитеты. Число заболевших в регионе продолжает расти. Не последнюю роль в этом играет и предновогодний ажиотаж. Традиционно в это время в торговых центрах наблюдается наплыв покупателей. В связи с этим первый вице-губернатор призвал руководителей торговых сетей проявить повышенное внимание к соблюдению противоэпидемических мер, как со стороны покупателей, так и со стороны продавцов. Большая просьба обеспечить контроль со стороны администрации торговых центров за своими арендаторами. Причем сделать это по определенному графику, стабильный, постоянный контроль. Регулярные выезды с целью контроля со стороны руководства. Важно это тоже поконтролировать. Вы можете всегда сделать замечания, у вас есть рычаги, какие-то воздействия на них. В качестве варианта решения проблемы наплыва покупателей прозвучало предложение вывесить на входах в торговые центры графики посещений. Инициативу одобрило региональное управление Роспотребнадзора. По замыслу графики позволят самарцам сориентироваться, когда лучше идти в магазин, чтобы избежать скопления народа. В свою очередь представители торговых сетей, которые участвовали в обсуждении, заверили, что необходимости в этом нет, поскольку магазины работают с соблюдением всех предписанных Роспотребнадзором санитарных норм. Мы размечаем на входе торговые объекты памятник по ношению массов и на кассе в том числе. Можно следующий слайд. Ведется своевременный контроль за сбором и утилизацией использованных. СИПИС, да, обеспечивается дезинфекциями, дезинфицирующими средствами на кассе и для персонала. На оперативном совещании обсудили и риск отравления населения угарным газом. Несчастные случаи увеличиваются с наступлением холодов, а в ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, ожидаются сильные морозы. Виктор Кудряшов напомнил о необходимости проведения проверки газового оборудования в домах. В ноябре Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства совместно с газовыми службами провело месячник по контролю за газовым оборудованием в многоквартирных домах. Виктор Кудряшов также поручил отработать действия в аварийных ситуациях. Виктория Шарая, События.